На пути в следующий дивизион ФНЛ еще 9 игр. Уже в эти выходные футболисты КАМАЗа проведут первую в этом году встречу. 18 апреля отправятся в Нижнекамск, где сыграют с местным нефтехимиком. Впрочем, и все последующие матчи автозаводцы проведут на этом же стадионе, но уже в качестве хозяев поля. Смена довашнего стадиона – мера вынужденная из-за реконструкции родного Челнинского. 200 миллионов на обновление стадиона выделила Республика. Президент озвучил, что завершить его надо ко дню республики, но в самом клубе не хотели бы тянуть до 30 августа. Ведь начать новый сезон, а это с середины июля хочется перед родными трибунами. Впрочем, пока все зависит от строителей. По проекту боковые трибуны отстроят заново, а на восточной, что напротив основной, обновят настил и сиденья. Что касается западной трибуны, основной, где наши раздевалки. Она полностью будет, эта трибуна, снесена. На ее месте построена новая трибуна. Средняя часть в три этажа. Два боковых крыла в два этажа. Экономическая ситуация в стране заставила футбольный клуб затянуть пояса потуже и чуть сэкономить на тренировочном процессе. Но на результате это не сказалось. К слову, изменений в составе после каникул не случилось. Как и в настрое, на выход в следующий дивизион. Готовы практически на 100% в первой игре в Нижнекамске. Хотел пожелать болельщикам, чтобы в такой трудный момент не бросали нас. Подержали, приехали, как бы и автобусы будут. Сложная финансовая ситуация отразилась и на детской спортивной школе. Завод отказывается от финансирования юных футболистов. Как и основную команду, школу решено также передать городу. Многие эксперты опасаются, что это не лучшим образом скажется на дальнейшей судьбе Центра подготовки футболистов. Одного из передовых в России. Катерина Карцева, Дмитрий Кравченко. Рентовая набережная Челны.